Ушла из дома к подругам, обрезала волосы, выставила свои фотографии в интернете с коротким волосом. И все больше ее не видела. Передаваться, она покончила с собой. Наша собеседница сидит спиной, ее имя и голос мы изменили. Неважно, кто это, главное, что говорит женщина. Ее слова, не обывательские домыслы и даже непредположения психологов. К огромному несчастью, все это ей пришлось пережить лично. Ребенок в поведении абсолютно не менялся. То есть она как была веселая, общительная, такая она и была. Просто иногда вы находили какие-то тревожные сигналы. Находила у нее лезвие, кровавленные салфетки, фотография кровавленных рук, стишки о суициде. Девочка уверяла, что это не серьезно, что это было раньше и сейчас. Она таким уже не увлекается. Но все же в социальных сетях школьница регулярно посещала так называемые группы смерти, где обсуждают столь жуткие темы, а порой и напрямую подталкивают подростков к уходу из жизни. Длина себя я однозначно не снимаю, потому что родители несут ответственность за детей. Но всеми силами я хотела предотвратить влияние интернета. Ничего об этом не рассказывают. Вывести на разговор практически нереально. Я бы хотела, чтобы вы запретили эти сайты. Дети, у них незрелая психика. Наскроют против родителей. И в этом возрасте они не склонны откровенчить с родителями. Вы даже не узнаете, где ваши ребенок посещают, какие сайты. По словам нашей собеседницы, она сожалеет, что безоговорочно верила словам ребенка и в какой-то момент не отвела ее к специалисту. Не нужно полагаться исключительно на собственные силы, идти к специалисту. В первую очередь речь идет о психологах. Тех, которые работают, ну как минимум, в формате гармонизации родительско-детских отношений. Чтобы хотя бы продиагностировать, почему вдруг ребенок неожиданно такие вещи заявляет. И определить причину. Еще один нюанс, на который жизненно необходимо обратить внимание. По имеющимся данным, подруги девочки, и что страшнее учителя, знали, чем она увлекается. Но вот ее матери лично никто ничего не сообщил.